всем привет вы находитесь на моем канале канал светлана юэсэй у меня называется снимаю видео второе за сегодняшний день пока появилось время желание хочу вот уже отснять еще одно видео сегодня предыдущее видео кто не видел можете смотреть мое видео о похудении моя история как я худела как я боролась и эти годы и как продолжаю до сих пор бороться с этой проблемой по ссылочке переходите вот тут в инфобоксе оставлю и в конце видео тоже будет ссылка на мое видео думала что сейчас поеду нужно было по делам ехать и там до снимаю это видео но все отменилось так что пока не еду дома снимаю знаете вот что хотела сказать немножко поговорить о вообще о ютюбе о блогерах там о рекламе каналов youtube блогеров но вообще обо всем что связано с этим с ютюбом в нашей жизни да те кто находится на ютюбе блогеры кто снимает видео кто просто любители простые люди кто не снимают видео просто смотрят и оценивают и пишут комментарии ставят лайки дизлайки да вообще вот об этом немножко хотелось поговорить а меня тоже натолкнула на эту мысль что мой разговор недавний с моей подруга мы с ней очень часто она бешкеке живет аида тебе привет если смотришь обычно она смотрит многие мои видео моя самая близкая подружка с детства и мы с ней общаемся в отцапе там постоянно переписываемся ватсап конечно такое тоже открыла для себя очень интересное приложение так что советую такая хорошая мгновенная связь там с друзьями со знакомыми можно аудио записать не очень нравится там рассказал чем писать да что-то там до 15 минут вроде видео можно отправить но классно классно но о чем сейчас я выйду вообще другую сторону мы с ней вот общались о блогерах она тоже многих блогеров смотрит ну и там мне что-то пишет говорит и как-то вот она мне сказала говорит я смотрю тоже одного американского блогера это женщина она в основном женщинах блогеров буду говорить и она говорит очень умная очень мне нравится как она мысли излагает но все в таком духе и я говорю ну да я ее знаю я когда-то тоже просмотрела ее видео но на этом все посмотрела не подписалась и периодически я вижу в ленте выскакивают допустим ее видео этого блогера или там любых других которых я когда-то начинала досмотреть выскакивает новые видео и уже там думаешь и смотреть не смотреть так но что происходит да вот как реклама вообще на нас действует в отношении youtube а вот я как заметила как другие рассказывают пишут только мне подруга об этом сказала что она смотрит этого блогера и я буквально что-то через несколько дней опять натыкаюсь на видео захожу думаю ночь уже на смотре значит ей что-то нравится я ее уже давно вроде не смотрю и тут я начинаю смотреть одно второе третье видео этого блогера и не становится интересно и чтобы каждый раз ее не искать там в поисковике думаю ну я подпишусь ведь я ее начала смотреть вот видите да какая интересная реклама происходит ты знаешь этого блогера знаешь его видео особенно но мне кажется американских блогеров там я вам очень многих знаю хотя каналы открываются сейчас стремительно канал за каналом каждый день какие-то новые вообще по всему миру в основном вот я говорю об американских каналах каналов очень много и тут ты начинаешь смотреть и ты как-то уже смотришь да совсем с другой стороны я взглянула на этого блогера она конечно очень такая интересная женщина у нее речь хорошо поставлена ну вот что-то вот не зацепило я не стала смотреть но вот такая элементарная фраза моей подруги я ее смотрю она такая умная такая такая она ее расписала все я тоже подписалась теперь периодически там некоторые видео смотрю все конечно видео нереально всех блогеров смотреть на которых ты подписан потому что ну у всех очень много видео и конечно не всегда у нас есть время чтобы этому вообще что такое youtube да я вот заметила и как многие блогеры тоже об этом говорят это как наркомания своего рода вот ты открыл канал залил несколько видео получил отзывы на эти видео получил лайки дизлайки и у тебя какой-то появляется желание думаешь ух ты интересно то меня посмотрели что-то написали и у тебя появляется желание снова это делать снова и снова снова и снова и появляется какая-то как зависимость иногда конечно некоторые там не знают что снимать да но у меня вот честно скажу за два года мне никогда не было такого чтобы я не знала что снимать у меня наоборот всегда куча идей там все что можно снять мне даже наоборот там уж говорил но горит может быть наоборот это не стоит показывать я такая простая я все это могу показать и и дом и не дом и как-то у меня вот не было проблем с какими-то там сюжетами что снимать что нет наоборот у меня столько идей столько хочется рассказать показать но не получается то времени нету иногда просто желание нет и как-то для меня легче все это снять видео но потом вот это грузить вот это монтировать это столько знаете времени забирает иногда какие-то вот почему я не выпускаю видео мне кстати счет уже говорили я вот в инстаграм у меня есть инстаграм да я там выкладываю кита фотографии сдержки видео и потом только мне видео через время выходит там уже даже через несколько недель она выйти потому что я снимаю снимаю и я не успеваю мне интернет не успевает качать и я не успеваете видео собирать это знаете не так просто это вот я еще когда стою на камеру вроде раз наговорила наговорила и там закачала но все равно допустим вот такое видео у меня вот 15 минут 20 минут она мне будет качаться несколько дней я стараюсь снимать кусочками и эти кусочки знаете вот поставишь интернет качает 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 потом вообще завис утром встаю у меня видео так и не закачалось я начинаю перезагружать но потом допустим нету опять времени там работаешь куда-то едешь что-то делаешь вечером приехала опять какой-то кусочек не загрузился ну и вот так вот знаете вот так вот постоянно у меня так лично постоянно потому что может быть у нас не очень такой быстрый интернет и вот эта проблема а идей у меня всегда куча что как снимать и где ну вот опять о рекламе вот немножко опять да я отошла но это вообще тема вот обо всем о чем я хотела про youtube поговорить также реклама есть другая реклама через наши комментарии я это тоже заметила сразу уже давно что если ты пишешь комментарии то тебя видят другие подписчики твой комментарий иногда он их может заинтересовать иногда наоборот обратная реакция как у меня тоже когда-то в самом начале видео произошло каналов произошло я одной женщине оставила какой-то такой комментарий неплохой он и неплохой и нехороший такой обыкновенный просто отзыв и он там послужил для другой моей подписчицы таким показался не очень и как бы она ушла от меня такое тоже это бывает это у всех но это нормально это жизнь мы все люди со своими мнениями со своими там словами но поэтому знаете тоже нужно лишний раз задуматься до блогеру стоит что-то писать или там не писать и ладно если ты это видео сказал но может быть в комментариях не всегда стоит об этом на комментариях да мы читаем я как смотрю видео почитала комментарии раз увидела или какую-то интересную аватарку название канала или фамилия имя до интересный вроде комментарий захожу на канал бац а там интереснейший канал интересная какая-то женщина да интересно говорит интересные видео и думаю надо же классно как и я что-то раньше ее и не натыкалась на нее у нее там и две и три муж уже десять тысяч подписчиков и больше и начинаешь смотреть этот канал он благодаря только комментарию потому что ну так ты вроде не можешь где-то найти этот канал это видео вот это тоже очень хорошо я считаю когда тоже блогеры вот так оставляют ну конечно не нужно там под каждым видео всем там писать комментарии но я этого тоже как бы не делаю меня есть определенные мои блогеры которых я смотрю с удовольствием и я очень часто их смотрю видео на комментарии не всегда могу оставить иногда просто нету времени не получается нужно что-то быстро делать ну сами понимаете да это уже когда ты дома там лежишь кроватке смотришь видео и ты можешь там написать какой-то отзыв комментарий на видео ну вот так вот значит вот такая реклама да идет через канал и потом от еще до реклама от самих блогеров кстати это мне тоже очень нравится когда блогеры о каких-то других каналах рассказывают или упоминает иногда да да в своем видео такой такой канал потому что ну я считаю вот те кто их спрашивает вот там кого вы смотрите они почему-то стесняются говорить да там смотрю смотрю там многих многих говорят и не говорят точно кого они смотрят для меня конечно каждый дают по-разному реагируют для меня это вот наоборот почему потому что я сама таких же блогеров по узнавала новые каналы для себя вот так бы просто в ютюбе я их никогда не нашла а когда блогер поделился каким-то каналом рассказал там про какую-то женщину мужчину сказал вот посмотрите их или вот я смотрю и потом раз раз думаешь дай-ка зайду гляну вы просто ради интереса опять заходишь бац там опять интереснейший канал и тоже начинаешь смотреть подписываешься и смотришь опять идет до своего рода реклама вот так интересно когда я заметила сам ютюб вот знаете лента идет до тебе постоянно начинают какой-то вот появится блогер может быть это партнерка его продвигает или ютюб там как это делается точно не знаю постоянно их его видео видео выходят и вот мне что-то даже не хочется вроде заходить и нам а иногда потому что дай-ка зайду гляну разошла глянула опять думаешь ну надо же какой интересный канал опять начинаешь смотреть вот очень интересно я заметила что как на нас влияет реклама да вот эта реклама всего реклама в ютюбе ну вот тоже пишите тоже интересно было бы знать как там на вас влияет реклама реклама блогеров реклама комментариев или наоборот есть еще такая анти реклама да как но вот я уже немножко сказала что иногда какой-то блогер наоборот о другом там канале как-то отзовется так нелестно а ты смотришь этот канал вот у меня так было я смотрю тот канал и что ты и знаете какой-то сразу осадок точно появляется думаешь надо же вот он сказал вот он там она заметила вот это ведь точно ведь у них там точно так но это у меня так раньше было сейчас я же понимаю когда думаю не нужно мне реагировать на то что сказал там блогер или кто-то написал из подписчиков нужно иметь свой ум если тебе нравится человек этот канал то и продолжай его смотреть еще такая одна интересная мысль вот вспомнила сейчас рекламе каналов у меня кстати вот уже несколько раз так было знаете от блогеров у которых там тысяча две тысячи подписчиков может быть даже меньше тысячи подписчиков но я их смотрю и я от таких блогеров узнавала о более знаменитых у которых 50 100 и больше тысяч подписчиков вот почему-то те да ну как бы кажется по рейтингу они более знаменитые но где-то вот ты их не встречаешь не видишь может быть мельком где-то эти видео видел не обратил внимания а вот от этих людей ты их смотришь ты вот послушал он сказал вот такой-то там канал вот там интересное что-то было или мне понравилась мысль мне понравилось видео я бац захожу на тот канал там ничего себе там уже 20 30 100 тысяч подписчиков а я не знала этот канал вот поэтому тоже это тоже очень интересно когда вот кто-то начинает довести свой канал тоже рассказывают о более знаменитых а ты для тебя уже этот человек знаменитый которого нету еще там может быть и тысячи подписчиков но он знаменитый для тебя а тот так называемый ты его как бы впервые для себя открываешь ну вот это вот тема как бы тоже хотелось ее как-то побольше раскрыть что-то у меня было много мысли они сейчас у меня немножко мысли разлетелись наверное уже потому что второе видео снимаю я вот тоже все хочу сделать такое видео на тему каких блогеров я смотрю но я очень часто от вы заметили даже не там написали типа вы чё там рекламой каналов занялись последнее время делала просто на какие-то ссылки не ссылки вернее а видео каналов интересных для меня интересных до людей и как бы почему-то решили что я какой-то там рекламой решила заняться не нет я ничем не занималась просто если канал интересен интересные люди поэтому я как бы о них там рассказала в своих видео но с наташей мы постоянно снимаем видео мы с ней дружим там хоть она позже начала снимать но как бы у нас такие интересные совместные видео получаются у нее там уже своя категория подписчиков собралась там у меня какая-то своя есть у нас и в общем же подписчики с которыми мы подружились и общаемся там социальных сетях в одноклассниках в инстаграме там вот мне было приятно когда мне на два года сделали тоже как видео подарки конечно я вообще в шоке в таком приятно было все это так классно все это так интересно когда люди там тебе тебя смотрят пишут отзывы конечно не всем это нравится вот у меня недавно такой случай произошел ну это как не то что вот какой-то там такой случай мама моего одноклассника она через одноклассники я там периодически выставляю видео посмотрела мои видео ну и она зашла ко мне на страничку я к ней вспомнила ее мы-то вот с детства да мы же помним там своих одноклассников родителей я вот как-то многих помню даже на лицо потому что родители всегда там на собрание в школы приходили ну и она мне пишет вот посмотрела видео но какое-то неоднозначное такое вот как у нее сложилось впечатление она немножко не поняла что к чему ну я понимаю женщина возрасте да многие вообще далеки от этого ютюба что кто-то снимает видео там жизнь свою на показ выставляет и я просто объяснила что где я эти видео храню что у меня канал на ютюбе она одноклассники просто вот на свою страницу делаю иногда ссылки ну и она написала ну тогда все понятно буду знать теперь как это все но вот видите тоже какая-то вот такая реклама с социальных сетей тоже постепенно переходит на на ютюб и локация поняла что многие люди они вообще сейчас еще очень далеки от ютюба и даже многие не знают что их какие-то знакомые может быть друзья одноклассники даже родственники что имеют канал и снимают многие как-то не хотят об этом распространяться у меня было наоборот по-другому я наоборот всем писала смотрите наш канал всем рассылала ссылки по началу вот так вот так что вот вообще youtube вот эта реклама да это страшная сила страшная сила на ютюбе очень интересно как это все происходит и конечно же хочу сказать что все этот интерес он знаете наверное подпитывается все равно тем что youtube немножко это оплачивает ну кому-то и множко мне немножко я когда начала канал у меня не был не то что не было я не знала о том что за это платят и все это немножко этим подпитывается да что youtube за это платит когда я конечно начала канал я вообще не знала что мне там будут за это платить потом мне подсказали я там сделала монетизацию все это сделала и вот потихоньку там центики начали капать но у меня какой-то вот знаете вот был азарт да как точно вот это какой-то ты как наркоман начинаешь снимать 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 выставлять тебе интересно читать комментарии там что-то людям отвечать или даже начинаешь снимать видео ответы это тоже интересно но я думаю наверное если бы может быть не было вот этой монетизации то постепенно к этому бы интерес угас и у кого-то он и угасает со временем у кого-то это быстро происходит у кого-то может быть там через несколько лет угаснет интерес к youtube и так отснять этого этих видео потому что зарабатывают на ютюбе конечно единицы те кто прям такие там хорошие зарплаты те кто конечно там куда-то выбились за 100 тысяч подписчиков и там миллионные подписчики да есть уже и такие каналы у нас те конечно они зарабатывают а так вот такие как мы-то мелкие каналы то но все равно все равно идет заработок и он как бы тебя вот но стимулирует помимо того что ты хочешь запечатлеть свою жизнь показать своим родным знакомым какие-то места ну и просто вот когда для общения для какого-то там своего я не знаю саморазвития вот такого хобби конечно вот это капанье денег она немножко это подстегивает я думаю с этим тоже все согласятся потому что если бы этого не было то интерес он до постепенно угасает и может быть можно и снимать видео но уже не будешь так часто снимать и так что-то много там показывать ну вот такая вот у нас ютюбовская жизнь да еще раз тоже вот пишите свои отзывы вообще о ютюбе как вы попали на ютюб каких блогеров вы каким-то способом нашли да ну вообще вот это все это очень интересно конечно об этом можно говорить говорить рассказывать какие-то примеры но уже и так я считаю что видео у меня слишком длинное получилось буду заканчивать и все увидимся в следующих моих видео